Архимандрит Кирилл Говорун 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 Как это не парадоксально на первый взгляд может выглядеть, стало не логическим следствием просвещения, а скорее реакцией на него. Отцом этики в том виде, в котором она сформировалась в эпоху просвещения, предопределив развитие данной дисциплины до сегодня, можно по праву считать Эммануила Канта. Кант, в отличие от многих других мыслителей эпохи просвещения, считал себя христианином. И вот в качестве своего христианского долга Кант рассматривал необходимость защищать положение христианской веры перед лицом тех, кто эту веру оспаривал. Его попытка построить этическую систему была, помимо прочего, продиктована желанием дать обоснование христианской нравственности. Правда, для этого ему пришлось отделить, так сказать, эту самую нравственность от личности Христа, чтобы, так сказать, спасти то христианство, которое подвергалось серьезному пересмотру, в рамках просвещенческого проекта Кант принял такой шаг для того, чтобы защитить нравственную систему, этическую систему. Он вынужден был ее отчленить, так сказать, отделить от самой личности Христа. Христос, с точки зрения Канта, не был уже источником нравственности, но скорее ее максимально возможным воплощением. Источник же или архетип нравственного закона по Канту находится в человеческом разуме. Таким образом, человек, анализируя заложенный в саму его природу нравственный закон и видя, что этот нравственный закон в максимально возможном мире, в виде, простите, воплощен в личности Христа, должен прийти к вывозу, что быть христианином это не только не противоречит доводам разума, но дает ему возможность развиваться как высоконравственная личность в соответствии с требованиями разума. По сути, логика рассуждений Канта напоминает знаменитую синтенцию Тертулиана о том, что человеческая душа по своей природе христианская. Это из трактата о свидетельстве души. Как и Тертулиан, Кант хотел показать универсальность основы христианской веры и морали, что они инвариантны по отношению к любой системе координат, которые будут рассматриваться, будь это система христианских или даже атеистические взгляды. То есть, по большому счету, этика Канта — это такой апологетический проект. Он строится на основе, скажем так, секулярного проекта, но строится как антитеза к этому секулярному проекту. И неизбежно этическая система Канта воплощает в себе черты секулярного проекта. Стремление Канта выработать некую единую систему нравственности было продиктовано еще и стремлением преодолеть конфликт между католичеством и протестантизмом, по крайней мере, в области нравственного учения. То есть, в этом смысле, этика Канта — это еще и театрменический проект того времени. Начиная с эпохи Реформации, Европу потрясали перманентные религиозные войны между католиками и протестантами. Христианская этика, отделенная от вероучения и приемлемая как для католиков, так и для протестантов, должна была стать тем мостом, который мог бы соединить две антагонистические группы и помочь им научиться мирно просуществовать. Таким образом, необходимость найти минимальное взаимопонимание, с одной стороны, между католичеством и протестантизмом, а с другой, между христианством и просвещением, или атеизмом, если хотите, вывела этику в отдельную самостоятельную дисциплину, которая должна была стать зоной, свободной от конфликтов на религиозной или мировоззренческой почве. Однако этика, отделившись от своих мировоззренческих и религиозных корней, оказалась в неустойчивом состоянии, лишенная тех оснований, которые она имела, находясь в рамках вероучительных систем и религиозных правил. Сам Канн не нашел ничего лучшего, как вытвергить этические нормы в качестве категорического литератива знаменитого, который, по сути, приобрел характер закона, конституирующего ту или иную норму, но не дающего и исчерпывающего объяснения, почему она является нормой. По этой причине, наряду с геонтологическим обоснованием этики, предложенным Кантом, возникли новые теории, объясняющие природу этики и нравственных законов. Иными словами, было показано Кантом необходимость нравственных норм, возникли проблемы с обоснованием, почему эти нормы необходимы и почему они являются нормами. Канн предложил самое простое решение, геонтологическое, потому что так должно быть. Но, безусловно, такое объяснение не могло удовлетворить мыслящих людей, поэтому начали искать другие платформы для обоснования нравственности. Одна из таких теорий, это теория консекентиализма, от английского слова консеквенциализм, консеквенс, последствия, предполагает, что то или иное действие приобретает положительную или отрицательную моральную окраску в зависимости от своих последствий. Согласно другой теории, аритоическое, от греческого арики, добродетель, нравственную окраску действию придает не столько последствия, сколько характер действия, а также нравственные качества самого человека, осуществляющего действия. Наконец, ряд мыслителей развели телеологическую этику, от греческого слова «телус», конец, возводит к известным рассуждениям Аристотеля хелиологическим. Согласно этой теории, правильность или неправильность поступка определяется его конечной целью, которая может быть, например, формирование человека как нравственного существа, устойчиво обладающего добродетелями, в том числе добродетелями христианскими. Интересными в этом смысле являются размышления Макса Вебера, который считал, что человек в своих поступках может руководствоваться так называемой «этикой последнего конца», действуя при этом не на основе доводов разума, но на основе веры. И здесь мы возвращаемся к определенным христианским пониманиям, к христианскому пониманию ритм, вновь к христианскому обоснованию этики. Таким образом, этические теории после Канта значительно революционировали. Тем не менее, их характерной чертой осталась та самодостаточность, которая была придана им, еще самим Кантом. В рамке этих теорий оказалась вписана и христианская этика, превратившись в автономную дисциплину, в значительной мере утратившую связь с богословием и жизнью Церкви. В таком своем атомизированном состоянии христианская этика подвергается критике со стороны некоторых исследователей. Ярким примером в этом смысле как раз является позиция, уже упоминавшаяся Стэнли Хайлваза, для которого христианской этикой называется компромисс, на которой богословие пошло в современное время с тем, чтобы христианские убеждения по-прежнему принимались во внимание в современных дебатах, я цитирую, «настолько, насколько они, то есть убеждения, оказались отделены от практик со стороны». Конец этапы. По мнению того же исследователя, опять я цитирую, «попытки отделить этику от богословия в современное время исказили характер христианских убеждений и практик». Конец этапы. На самом деле мы являемся свидетелями того, когда этика, отделенная от общего контекста мировоззрения, веры, она не способна стать теми рамками, стать, да, собственно говоря, теми рамками, в которых может развиваться христианская нравственность. Стэнли Хайлваз предлагает воссоединить этику с богословием и практической жизнью церкви, в результате чего христианская этика должна выступить за рамки самодостаточности. Развивая эту мысль исследователя американского, применительно к православной традиции, можно утверждать, что нравственные нормы, сами по себе, не являются самодостаточными для достижения цели христианской жизни, которая заключается в установлении глубоких и непосредственных отношений человека с Богом, принятии божественной благодати и освящении через нее. Если этические нормы приобретают в жизни человека самодостаточность, они могут иметься фетиш, заменяющий подлинные цели христианской жизни. Христианин в таком случае становится фарисеем, для которого следование этическим предписанием заменяется божьей богообщения и открытость к благодати Божией. Здесь в этом смысле вспоминается та полемика, конфликт, который, особенно в начале XX века, развернулся в Греции. Отец Николай, который здесь присутствует, очень хорошо знает об этом конфликте. Этот конфликт связан с так называемыми братствами, Адельфоди, Дезуи, Дезуи, Дезутир, эти братства как раз пытались атомизировать в значительной степени христианскую идентику. И, собственно говоря, на православной почве пиетизм, который возник в греческой церковной среде и всячески поощрялся этими братствами, он оказался в конце концов противоестественным, неприродным для того православного общества, которое сформировалось. И поэтому будет очень интересная дискуссия, даже полемика между хорошо нам известным Кристосом Янарасом и этими братствами. Как раз во многом этическая система Янараса скроется на отрицании вот этой атомизированной этики, проповедуемой пиетистскими кругами в этих братствах. Тем не менее, этические нормы могут и должны играть вспомогательную роль, содействуя человеку на его пути к совершенству. Они должны вести его в цели христианской жизни, но при этом не подменять собою эти цели. Такой взгляд на природу нравственных норм вполне коррелируется со святоотеческой традицией нашей Церкви. Уже в одном из первых христианских памятников, содержащих элементы этического учения, дедохии, учения 12 апостолов, нравственные нормы представляются как путь, а не как некая цель на пути к жизни христианина. Я цитирую дедохию. Есть два пути, один к жизни и один к смерти. Нравственные нормы, подобно пути, должны лишь вести человека по пути совершенства, но не заменять собою само совершенство. Я здесь хочу сделать еще одну ремарку. Такое понимание нравственных норм и роли этики в жизни христианина и в жизни Церкви вовсе не означает, что мы должны игнорировать или не развивать этику как христианскую науку, как богословскую науку. И здесь у нас есть, мне кажется, очень большая проблема. Практически в православном контексте, в православной богословской традиции так до сих пор не создано нравственное богословие, полноценно не развито, и существуют отдельные авторские попытки в того же самого христианская нараса создать определенную этическую систему, построенную на персонализме, безусловно, на очень личном персонализме профессора Янараса. Но это отдельные попытки, а говорить о каком-то интеллектуальном, коллективном интеллектуальном усилии по созданию, собственно говоря, нравственного богословия пока что не приходится. Это большая проблема, большая лакуна. Мы все время тоже как бы оправдываем себя тем, что нравственное богословие у нас не является, не должно быть самодостаточным. И это правда. Но нравственное богословие в жизни, жизнь христианина не должна быть, так сказать, не должна быть гихотомия между этикой и мировоззрением. Но в богословских науках, безусловно, нравственное богословие должно присутствовать, и оно нуждается в очень серьезной разработке к дальнейшим. И, наверное, в какой-то обозримой перспективе это было бы, наверное, наибольшей задачей, наиболее актуальной задачей создание системы нравственного богословия как богословской дисциплины, как богословский нау. Хотел бы, вот, исходя из того, что сказано, затронуть еще одну проблему, которая существует, внести свой вклад в дискуссию, которая ведется по поводу создания некой общей этической базы для всех религий. Эта дискуссия ведется уже очень давно, и, как и в случае Канта, я думаю, она имеет апологетическую природу. То есть Кант хотел создать, собственно говоря, этическую систему вне религиозной, для того, чтобы защитить религиозные дела, для того, чтобы защитить христианство. И эта дискуссия, которая сейчас ведется, она предполагает, и которая предполагает, что основные, скажем, традиционные религии могут иметь некую общую нравственную базу и на основе этой базы совместно выступать. Эта дискуссия, безусловно, эта аргументация тоже направлена на то, чтобы защитить христианство, для того, чтобы защитить христианство от секуляризации, от влияния, скажем, внешнего мира, секулярного мира. Но я боюсь, что, как и в случае Канта, мы имеем несколько побочных, так сказать, следствий, последствий таких аргументов, такой аргументации. И вот на фоне как раз этого мне хотелось бы затронуть этот вопрос, можно ли вывести общий знаменатель так называемых этических систем различных религий в качестве некоего, некоего традиционного ответа на современные вызовы, связанные с христианцией общества. И, как я уже сказал, такая форма полемики с секулярной этикой кажется, на первый взгляд, привлекательной. И она преследует как раз апологетическую цель. Действительно, можно выработать некий общерелигиозный кодекс поведения и предложить его секуляризованному обществу в качестве альтернативы так называемым либеральным ценностям. Однако подобная методология становится возможной только если пойти по пути, предложенным еще Канта, через автономизацию этики и ее отделение от полноты религиозной традиции и откровений. В таком случае мы приходим к парадоксу, когда противопоставлять религиозную этику этике секулярной возможно только если секуляризировать религиозную традицию, выделив из нее, так сказать, этический субстрат. Христианство в таком случае, будучи сжатым до размеров технической системы, теряет свою уникальность. Как отмечает еще один американский исследователь Джеймс Густарсон, христианская этика, я цитирую, не является уникальной в том же смысле, как уникальное учение о Троице, воплощении, таинствах и так далее. Как теоретическая, так и практическая этика христианской традиции похожа на иудейскую этику или этику классического, греческого и римского мира, то есть даже не христианского мира. И в значительности в большей мере, чем богословие христианской традиции, похожа на иудейское богословие или греческую, метафизику и религию. Конец цитата. Таким образом, попытки привести этические системы различных религий к общему нравственному знаменателю, это, по сути, путь, возвращающий нас к парадигмам эпохи просвещения и приводящий к дезинтеграции целостной христианской традиции, отделению нравственности от богословия и практики церковной жизни, путь к обособлению и автономизации этической системы. Христианское богословие уже проходило этот путь, и сейчас вынуждено возвращаться к пониманию этики как интегральной части христианской традиции, неотделимой от богословия и практики церковной жизни. В конце я хотел бы сказать, что в области нравственного нарушения мы имеем дело с определенным геологическим процессом. Изначально мы имели дело с средневековой этикой, такой интегристикой достаточно, где все очень четко регламентировано, все нормы жизни человека, в обществе, в семье, в церкви были четко прописаны на основании иногда достаточно буквальной традиции священных текстов. Далее мы имеем дело с отрицанием этой этики в эпоху просвещения. И, собственно говоря, этика эмансипируется от религиозной традиции, этика становится самодостаточной, в том числе благодаря таким религиозным, можно сказать, богословствующим действиям, как там. По большому счету то, что нужно сейчас было бы, вот то, что, наверное, уже давно начало осуществляться, но, может быть, мы в недостаточной степени это сознаем, необходим определенный синтез, безусловно. То есть этика, безусловно, она является самодостаточной дисциплиной и должна быть самодостаточной дисциплиной, богословской дисциплиной, но при этом она должна быть вновь воссоединена с тем богословским контекстом, мировоззреческим контекстом, из которого она изначально вышла. В этом смысле можно оправдать и автономизацию этики со стороны КАТА, и в этом может быть такой тоже будущий или может быть уже существующий, ныне развивающийся проект природного синтеза, воссоединение этики как самодостаточной дисциплины, как самостоятельной дисциплины, тем не менее вновь вписанной в контекст и христианского благословия, и христианского откровения, и христианской жизни. Спасибо.